Всем привет! Сегодня будет история от подписчицы. Сейчас я зачитаю, дайте свои комментарии. Я где-то буду останавливаться в тексте, тоже комментарии давать. Для начала хочу немножко обозначить. Первое, потому что с этим сталкиваюсь. Если вы написали историю, я её опубликовала в видео, я потом ничего на канале удалять не буду. Пожалуйста, подходите к публикации, к присланию, скажем так, письма для анонимной истории осознанно. Я не хочу тратить своё время потом на монтаж, на публикацию и удалять какие-то видео. Если у вас какая-то критичная ситуация, а вы не знаете, как поступить, сомневаетесь, Господи, оплатите консультацию психологу и решите это всё в индивидуальном порядке. Не надо выносить на публику, если вам тяжело потом читать комментарии, или вы боитесь, что кто-то из ваших родственников или знакомых узнает вас в этом видео, например, которое о вашей истории снято, какая-то секретная информация есть. Здесь же прекрасная опция. История от анонима для видео публичного ответа или индивидуальная анонимная консультация с психологом. Всё очень просто. То есть, когда вы решите заранее, чего вы хотите. А не уже, когда сделана работа, снято видео, выпущено, люди уже пишут комментарии, а вы просите видео закрыть. Я объявляю сейчас официально. Всё, что я опубликую, я больше ничего удалять не собираюсь. И ещё по поводу всяких документов в стране, по ИП открытию, по как выйти замуж за турка, какой пакет документов, как это оформить, как записаться в консульство и так далее. Я не юрист, консультации не даю. Вся информация, как сделать ВНЖ, какой список документов на свадьбу, на ВНЖ и всякое прочее, есть в открытом доступе в интернете. Поэтому прошу мне таких вопросов не задавать, потому что я вам всё равно в ответе просто напишу «Загуглите». Дорогая Галина, смотрю вас уже очень давно, жду ваши видео с нетерпением. Для меня вы очень интересная личность. Прошу вас озвучить моё письмо и дать свои рекомендации. «Начну с того, что мне 30 лет, имею маму с отцом, они в разводе с моего рождения. Родных братьев и сестёр у меня нет. Замужем за гражданином Турецкой Республики уже 5 лет. Двое детей ходят в детский садик. Живём в Турции. Последние три месяца после землетрясения живём огромной турецкой семьёй вместе со всеми детьми в нашей 2 плюс 1 съёмной квартире. Нас здесь 14 человек. 2 плюс 1, это по нашим меркам, это трёхкомнатная квартира. Две спальни и один зал. Они из Хатай, так как съёмная квартира родителей разрушена. Они решили переехать к нам в другой город далеко от Хатая. У матери остались три сына и дочь. Мужа и сына потеряли 6 февраля в землетрясении. Мы с мужем работаем с 8 утра до 8 вечера, обеспечиваем их. До этого муж тоже их обеспечивал. Мог отправлять без моего согласия большие суммы денег, даже если в ущерб нашей семье. Это очень частая история. Хотя там все работали. К слову, отношения у нас в данный момент никакие. Ему абсолютно уже не интересуют собственные дети и я. Он всецело поглощён своей турецкой семьёй. Раньше было так же, но хотя бы на расстоянии. Вот здесь я отмечу, проблема всегда была. Раньше было так же, расстояние изменилось. То есть проблема не появилась внезапно. Она была гораздо раньше 6 февраля. Почему она не решилась? Потому что вы с этим мирились и принимали. У меня абсолютно нет своего личного пространства. Чувствую себя гостем в своей квартире. Они до ночи громко говорят, пьют чай, кофе. Их дети орут, бегают. Наши турецкие соседи жалуются каждый день. Но там то нам, то хозяину квартиры. Что уже он грозится скоро нас выселить? Но моему супругу на всё это наплевать. Конечно, я сейчас объясню, почему ещё. Потому что они жертвы. После землетрясения большая трагедия. К жертвам в Турции относятся всегда снисходительно. И наплевать, потому что он уверен, что если что, пойдёмте поля в суд, государство, поднимем общественность, нас не выселят. Поэтому, да, они относятся очень не, скажем так, в этой семье вашего супруга нет личных границ, к сожалению. И неуважительно относятся они и к соседям, и к личному времени, и к вам в частности. Ваши личные границы категорически стёрты сейчас. У вас нет личного времени. Дома вы вообще уже и не бываете. С 8 до 8 на работе каждый день. Мой супруг не старший в семье. Он контролирует всех при этом. Говорит, что кому надо делать. И это было всегда. Но опять-таки на расстоянии. Объясняю, почему. Потому что ваш муж почему-то взял функцию взрослого в его семье старшего. То есть эту функцию не выполнял ни папа, ни мама. Ни старшие там брат, если, или сестра, которые были. То есть условно там у вас уже все такие жертвенные в семье, в клане. Любят повиснуть на остальных. Несамостоятельные, инфантильные, неуважающие границы и так далее. Поэтому вашему супругу пришлось и захотелось быть вот этим главным боссом. Почему он эту роль берёт? Вторичная выгода. Самоценка понимается. Я и спасатель, и благодарность, и я умничка, молодец. И мне все приходят в рот заглядывать. Всё от меня зависит, короче. Власть определённая над ними тоже здесь есть. Банковские карты раздал по своим братьям, маме и сестре. Зато за сад, за ребёнка ему нечем платить. Всегда был против, чтобы моя единственная мама жила с нами. Чтобы я отправляла просто ей деньги. А она у меня уже давно не работает. На детей он может поднять руку. Это у меня... За пять лет брака было, что он на меня тоже поднимал. Перед детьми. Раза три-четыре. Он человек настроения. Теперь я останавливаюсь. Это неприемлемо. Он человек настроения. Женые должны постраиваться под настроение одного человека в семье. Вы, получается, от него зависимая жертва сейчас. И подвергаете насилию домашнему ваших детей. А дети не выбирали, в какой семье и у каких родителей ему рождаться. Вы этот выбор за них сделали. И вы, по сути, причиняете боли, проблемы. Вы и ваш супруг вместе. Это не только он руку поднимает. Вы позволяете это делать тем, что история не закрыта. Вы не категоричны. Вы их не защищаете в этом плане. Вы продолжаете с ним жить. Вот в этом уже ваши 50% виды их насилия домашнего. Вы не прекратили этот процесс. Вы не ушли. Вы, к сожалению, тоже соучастник. Я хочу, чтобы вы это чувствовали и понимали. Вы не жертва. Вы тоже в этом участвуете. Сейчас дальше расскажу про жертвенность. Будем читать письмо. За столько лет он ни разу не поздравил меня с днем рождения. Тем более не подарил подарка. Не говоря о праздновании других праздников, он говорит, что это все глупость. Но у него себя, возможно, религиозная, возможно, неверующая в праздники и так далее. Это им не нужно. Нерелигиозные праздники отмечают. Это легко оправдать. Помни, когда я только приехала знакомиться с родителями, его брату не хватило денег. И он попросил меня снять деньги с моей сберкарты в Деннис Банкомате. К слову, его родители мне ничего не дали. Даже конфетки. Не сделали свадьбу и так далее. Мы с ним познакомились в России, когда были студентами. Теперь стоп. Вы видели, какое к вам отношение изначально? Вы выбрали это все терпеть. Я просто скажу, ваше терпение за пять лет заканчивается. И вы, может быть, стали старше, взрослее. Выходите, дай бог, из позиции жертвы, хотя, скорее всего, нет. Я на это не надеюсь. Но начали что-то понимать, что моя жизнь проходит, а я живу вот так. И мне это не нравится. Это уже как бы хорошо. Из плюсов. Если у него есть настроение и хорошее отношение со мной, то он отличный отец, искупает, отведет детей на площадку, принесет мне чай, фрукты, купит одежду, сходит в магазин за сладким. Это плюсы. А я хочу сказать, что это должна быть норма, а не плюсы. И смотрите, насколько вы жертва, и насколько он вами манипулирует и винит вас во всем. Если у него есть хорошее настроение, то есть к нам манна небесная сошла, и хорошее отношение с собой. Знаете, я больше расшифрую даже, как вы можете мне это объяснить. Вашими словами я это очень часто от жертв слышу. Если я не испортила его отношения, мы не поругались по моей вине, если я себя хорошо веду, то у него хорошее настроение и со мной хорошее общение. Я виновата, если у него настроение плохое или общение «я все порчу». Если настроение испортится, и мы с ним поругаемся, то может кричать на детей, поднимать руку на них, на меня, сломать карту, телефон. Он становится ненормальным. Молодец, что вы это замечаете. Плохо, что вы это терпите. Вообще, он по любому поводу, даже из-за мелочи, быстро злится. Контролер, к тому же. Он может попросить локацию, может не понравиться моя одежда, хотя я очень скромно одеваюсь. Я могу сказать, с чем вы раньше думали, когда начинали с ним отношения. И говорить, ой, в России он был другой, а в Турции стал другой. Да, я вам верю. Это чистая правда. Но вы просто, когда в Турцию приезжали замуж, типа выходили, и вас попросили со сберкарты денег снять его брату, у вас что-то там в голове ничего не закрутилось. Как бы вот тогда надо было подумать, что что-то не то происходит. И не надо было это все терпеть. А поднимать эту тему, общаться, вы боялись изначально его потерять. Вот почему-то в него уцепились. Не знаю почему. Супруг может среди ночи мчать к кому угодно, если попросят друзья, коллеги помочь прийти и даже не дать значения тому, что в данный момент он нам нужен, даже если дети или я болеют. Я еще давно думала вам, Галина, написать, но дети то работают, то еще что-то. Я скажу, что почему вы не писали. Вы старались опять дальше продолжать терпеть и не замечать проблему. Вы не хотели с ней сталкиваться. Потому что если вы об этом пишете, вы признаете автоматически, что проблемы есть. Вот и все. Вы не готовы были принимать и решать что-то. Даже сейчас он перевел все свои деньги сестре на счеты. И премию тоже, которую он вчера получил, и мне не сказал. Он хочет, чтобы она собирала и вложила в какой-нибудь общий бизнес, который они каждый вечер за ужином 100-500 раз обсуждают. Очень хочет жить в будущей семье, своей турецкой огромной семьей в большом доме. Чтобы все были рядом и под контролем, и его обеспечением. Даже предлагал мне усыновить детей брата, так как они не справятся со своими пяти детьми. Я с ним столько раз пыталась поговорить, когда это закончится, год, два. Но он сказал, что никогда. И надо мне теперь спириться. Ведь на другом свете мне будет за это вознаграждение. Чисто религиозная тема. Про ад, рай, грех и вся прочая история. Значит, человек религиозный. Здесь только вопрос к вам. Сколько вы будете это терпеть? Готовы в мире целения? Вам четко, конкретно говорят. Меняться не будет. Будет вот так плохо. Я буду бить тебя и твоих детей. Денег ты ни черта не увидишь. Будешь жить со всей моей семьей. Решай, хочешь ты так? Чувствую себя в этой квартире чужой. Утром еду на работу. Вечером прихожу. Опять шум, гам. Я иду в спальню, если, конечно, там уже не занято. И ложусь, закрываю дверь, чтобы никто не видел. Я так устала. От стресса у меня сильно выпали волосы, стали ломаться зубы после всех событий. Что мне дальше делать? У меня есть гражданство турецкое. И у детей, естественно, от отца. Супруг человек неподъемный. Его даже не вытащить дальше города никуда. Всегда предлагаю, пока праздники, выходные на работе, куда-то съездить, с детьми развеяться. Не говоря о России, где я не была уже два года, очень по всем скучаю. Галина, прошу прощения за большое сумбурное письмо, но буду благодарна за прощение до конца, за вашу рекомендацию. Моя рекомендация, вы простите, как есть. Я, как женщина, даю рекомендацию, которая тоже есть ребенок. Разводиться. Все. Чего терпеть? Вам четко сказали, дорогая, меняться еще не будет, будет так же плохо или даже будет хуже. Выбирай. Вы выбирать просто не хотите. Моя рекомендация, я вам уже это в письме написала. Путь к вашему счастью и к счастью ваших детей, путь только один. Уходить от этого отца. Это домашний чистый тиран. Я его разбором даже заниматься не буду. Там уже кто постоянно смотрит или кто психолог, уже там очень все конкретно видно по нему. Вы меня о нем не спрашиваете. Вы спросили рекомендацию, что делать. Я дам рекомендацию не только как психолог, я дам как человек, живущий в Турции. И мы с вами друг друга очень понимаем. Смотрите, на что вы не обращаете внимания, потому что вы жертва, вы этого не видите. Вам страшно, я знаю. Страшно остаться одной. Но не так страшно, как получать оплеухи, шлепки, насилие. И тем более вы сказали, что между вами уже никакое отношение, общение. Оно лучше уже не станет. И он не намерен что-то менять в лучшую сторону. Живя здесь в Турции, что говорю? У вас есть гражданство. Вы гражданка страны. В чем проблема? Вас защищает закон. У вас нет проблем. У вас есть работа, но можете найти потом другую. Да, кормить двух детей может быть дорого, страшно, рискованно. Я могу не справиться. А вот в этот момент думаете, а дети заслужили, что их бьют? Не важно, подзатыльник это или избивание. Это уже физически закрепляется моральное унижение. Физическое насилие закрепляет моральное растоптание, которое до этого произошло. Дети заслужили, чтобы папа над ними издевался и топтал их. Нет, блин. Поэтому я взяла себя в руки, зафиксировала на аудио разговоры, угрозы, крики его. И вот эти ненормальные состояния, швыряние, как он бьет детей, меня. Зафиксируйте все, соберите. И спокойненько идете подавать на развод. Все. Но когда вы подаете на развод, поймите, вы должны уйти из квартиры. Вы не можете с ним оставаться в одном помещении. Если вы его боитесь, а он такой неадекватный, я больше скажу, пойдет в агрессию, если узнает, что его величество, с ним и решили расстаться, сразу просите, у вас есть доказательства побоев, криков, вот этого всего. Подавая заявление на развод, пишите рапорт еще в полиции на ограничение действий в приближении к вам и к детям, что вы опасаетесь, боитесь за свою жизнь, что он уже вас бил, что будет это еще. Неважно, какой уровень насилия был. Шлепки, главное, фиксация. Вы же здесь живете, вы знаете законы, что я вам объясняю. Это для тех, кто вообще тут не шарит, да? Можно это прям так детально рассказывать. Просите сразу не приближать к вам его ограждение. Если у вас нет жилья, трудно, денег нет. Немножко как-то откладывайте, вам пришло время от него, скажем честно, крысить деньги. Не все ему отдавать, и не полить карточки, и зарплату, и всякое прочее. Надо, вы будьте уже взрослые, а не ребенком, да, постоянно доверяясь насильнику какому-то, который издевается. У нас есть шелтеры для женщин, попавших в тяжелую ситуацию. Вы можете уйти на жилье с детьми, обратитесь в Центр поддержки женщин, пострадавших в насилие. Вы вообще решите, что вы для начала хотите. Вы готовы к этому пути своего освобождения? Да, будет трудно, будет долго. И чтобы это хорошо, быстро закончилось, вам надо ситуацию, скажем так, себе этот развод обеспечить. Вам надо зафиксировать, документировать доказательства. Все. И начинать этот процесс и уходить. Поймите, что придя к этому, обратного пути не будет. Если вы не готовы, не начинайте. Если вы готовы, у вас все получится, сто пятьсот процентов гарантий. Вам даю бабки не ходи. Этих примеров куча. Я работаю с женщинами, здесь даже в Турции. У меня есть клиентки, которые ко мне пришли на пороге развода, после развода или на осознании, что она готова на развод. Но принять решение трудно. Все эти разводы в моей практике здесь, в Турции, связаны с домашним насилием. Я вижу вот этот прогресс, работая с девушкой, с женщиной, прорабатывая этот план, ее психологическое состояние, уверенности в себе. У всех получается. Ну, получается у всех тех, кто готов не идти назад. Понимаете, вот эта точка достигнута. Вам не психолог это нашепчет. Вы к этому должны прийти. Когда с вас хватит. Психолог поможет укрепить самооценку, не отступать от своего плана. Будет вас поддерживать, например, в процессе. Но вот эта точка, что я готова, только исходит от вас. Потому что это ваша жизнь, это ваше принятое решение. Проблема жертв и домашнего насилия. Женщины не доходят до этой точки. И у них все, они обратно возвращаются. Жизнь становится еще хуже. Это долгая история, да, отдельная. Или среди родственников нет тех, кто поддержит самооценку, не будет укреплять. Нет этого. Потому что тиран любой домашнего насилия рушит в первую очередь вашу самооценку. Чтобы вы не могли никуда не дернуться, не вякнуть, не попытаться вообще уйти из-под этого гнета. Надо вообще изначально все построение унижения и домашнего насилия, разрушение вашей самооценки, чтобы вы не могли убежать. А потом там все остальное насилие накладывается. И когда вы дойдете до точки, поймете, все, хватит, у вас все получится, я вам зуб таю. Вся проблема только вот в этой точке. Для себя решить. Я готов. У вас сразу и силы даже появятся. Все. Все будет. Вот моя рекомендация к вам. Решите, чего вы хотите. Посмотрите на своих детей. Чего они должны получить в будущем. Чего они достойны. Мой ребенок достоин самого лучшего. Я не позволю, не то что не позволяю шлепнуть под затыльник. У нас вообще нет никакого физического с негативным окрасом прикосновения и насилия в семье вообще. Не толкается никто. У меня ребенок не толкается на площадках, на детских, в коллективе, в классе. У нас это просто. Прикасаться с любовью можно, но не с болью причинения боли. И я не представляю, если бы у меня был муж, который позволял себе какой-то... Я бы его просто, в принципе, не выбрала. Я бы это считала до брака, да. Но если бы я такое увидела, ну, допустим, с ума сошел, условно, ну, реально, да, что-то такое, я бы оградила сто процентов. Сто процентов. Я бы не позволила никогда второго раза, если это внезапно как-то произошло, какого-то физического насилия в отношении меня или дай бог ребенка. Очень. Поэтому вы как мать, что вы, вы любите своих детей? Дайте им лучше. Зачем вы будете их калечить? Нет здесь установки, лишь бы был отец, чтобы была полная семья. Отец, который бьет? У меня миллион примеров клиентов, которые говорят, родители меня не били, между собой ругались там, кричали. Да я их умоляла, чтобы они развелись. Или фразы типа, я умоляла маму, маму, уйди от него, потому что мама жертва слабая. Он меня бьет, мама, я не хочу. Я не люблю своего папу. Вот у меня всегда, знаете, тогда задайтесь вопросом, сколько у вас примеров по пальцам пересчитать? Когда детей били в детстве, они вырастали и искренне, честно говорят, ну я люблю своих родителей, спасибо за то, что меня били. Да нет таких людей, если что. Есть люди, которые обманывают и до сих пор живут в страхе и говорят, оправдывают родителей и говорят, ну всех же били. Ну они не могли по-другому, так было принято. Ну вот такие у меня родители. Это оправдание, а не принятие или искренняя любовь. Если мы в этом начнем ковырять, будет обита боль и агрессия. Это три эмоции, которые фиксируются в человеке, когда его обижают, унижают или бьют. Они просто очень глубоко-глубоко закопаны. И люди, многие не хотят их видеть. Знаете, почему рушится образ родителей и детства, разочароваться приходится? Потому что не только у тебя родители не идеальны, ты об этом знаешь, он еще и тиран оказывается. Издевался над тобой, никто это принимать не хочет. Такое, чтобы ваши дети потом с этими травмами, проблемами не сталкивались, оградите их от этого. Такой папа не нужен, такой папа приступает к закону. Такого папу надо наказывать. В его семье это окей, но ваша семья это не его семья. Понимаете? Он за своим табором так и будет всю жизнь жить по этим правилам, какие были в его семье. И он сейчас максимально себя окружает своей семьей, в ней босс, для того, чтобы манипулировать людьми, командовать ими, возмещать свои личные комплексы. Он у вас не просто так агрессивный, он не сдержанный. Есть и определенные проблемки. Имейте это в виду. Я вам вот как женщина здесь в Турции с такими же правами, да, как и вы. У вас есть гражданство. У детей есть гражданство. Вас унижают, бьют. Фиксируйте. Идите в развод. У вас все получится. Вас защитит государство, шелтер первое время. У вас будут силы. Вы все это сможете сделать. Вы не одна здесь такая. Вы здесь уже местная. Вы не приезжая непонятно кто. Вы можете всегда уехать обратно, если вам очень сильно будет плохо и тяжело. Есть даже путь побега. А у местных же здесь женщин пути побега нет. У них есть еще, например, их семьи, которых не поддерживают. И аипят за то, что они хотят разводиться или уходят от домашнего рассилия. Вы на фоне даже местных женщин здесь в выигрышной позиции. Вы не боитесь работы. Вы знаете язык. Отдадите детей в государственную школу или в садик. Уйдите в другой город, в конце концов. Поменьше, в провинцию, где подешевле. Но спокойно. Без него и его родни. Без преследований или еще чего-то. Или угроз. У меня все. Я жду ваших комментариев под видео. Подписчики, пожалуйста, кто особенно проходил подобные ситуации. У меня есть девушки, которые мне писали письма с подобной темой. Кто продолжает в этих отношениях оставаться. Для вас это пример, как может быть. Вам это еще очередная капелька в ваше размышление. Не тяните. Вы теряете здесь и сейчас свою жизнь качественную, которую можно проживать. На что вы ее тратите? На мучения. А жизнь у нас одна. И она, к сожалению, не останавливается, а идет дальше. Пока тратите время, теряете свою жизнь. В инфобоксе под видео моя почта. Вы можете написать мне письмо «История от анонима» для публичного ответа, как вот этот вариант видео, на канале. Или вы можете записаться в заплатную индивидуальную консультацию с психологом в скайпе. Также оставляю в инфобоксе ссылку на телеграм-канал самых свежих и важных событий новостей в Турции. Спасибо за внимание. Жду ваших комментариев. Всем пока.